Приветствую вас. Вы знаете, молодой человек, ваш, вот он, знаете, по моему мнению, он вообще-то говоря, вы знаете, ну, просто запутался, вот как мне это представляется, как мне это видеться, по крайней мере, молодой человек просто запутался. Он просто, с одной стороны, он вроде бы хочет быть с вами, с другой стороны, вроде бы, как он понимает, что нового вам он ничего дать не сможет, из-за того, что его ситуация не изменилась, она, в принципе, осталась такой же. И вот он колеблется, мечется из стороны в сторону и не знает, что ему вообще делать дальше. Ну, такое бывает. Такое бывает. И я вам здесь хотел бы сказать следующее. Наверное, в некоторой степени это будет созвучно тому, что вам сказал мой коллега. Вот. В некоторой степени, мне кажется, это будет созвучно. Вы, на самом деле, не обращайте внимания, так вот, знаете, слишком как-то вот сильно, да, на этого молодого человека. Вы стараетесь больше жить своей жизнью. То есть, ну, вот молодой человек к вам какую-то симпатию проявляет. Хорошо. Но что дальше за этой симпатией, если ничего не стоит, да, то это может продолжаться очень-очень-очень долго. И так, в итоге, ни к чему это не придет. И вам это вообще нужно? Разве вы этого хотели бы для себя? Разве вы хотели бы для себя именно таких отношений? Ну, мне думается, что нет. Мне думается, что вы бы хотели для себя все-таки чего-то другого. А раз так, то чтобы это что-то другое получить, вам нужно и вести себя соответствующим. А что молодой человек хочет? Что им движет? Почему он так себя ведет? Мы можем, к сожалению, только гадать. Мы можем, к сожалению, только гадать, почему молодой человек так себя ведет. Но, я совершенно точно знаю, что вы можете праздновать его очень-очень-очень долго. И в итоге, в итоге, абсолютно ничего не получить. В итоге, абсолютно ничего для себя не приобрести и не выиграть. И исходя из этого, как раз таки, я думаю, что вы не обращаете на него внимание как таковое. Принимайте его позицию, слушайте его. Говорит, ну хорошо, молодец, что там, вспомнил обо мне, молодец, там, пообщайтесь с ним. Но при этом не надейтесь на что-то. Вот это вот самое, самое такое, знаете, самое скверное в этой ситуации, да? Когда хочется на что-то надеяться, когда хочется, чтобы что-то получилось, а молодой человек ничего не делает. Для того, чтобы между вами что-то произошло такое, я имею в виду, серьезное, понимаете? И именно поэтому вам нужно показать ему, что вы не будете его ждать большое количество времени. Вы знаете, ему просто-напросто понять, что он может вас потерять. Покажите ему, что вы общаетесь, там, с другими мужчинами, да? Покажите ему, что вы, там, активно живете, что вы, там, не ждете его, да? И так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот это, понимаете, вот это будет правильно для вас. Это то, что вам нужно сделать. Ну, опять же, опять же, по моему мнению, понимаете, то есть, бесполезно чего-то от него ждать. Бесполезно чего-то ожидать от человека, который, ну, вообще-то говоря, не очень настроен к тому, чтобы, там, что-то для вас сделать. Тут другое нужно. Тут нужно свои интересы, как вам правильно коллега сказал, свои интересы преследовать нужно. Тут нужно желать человеку, на самом деле, по большому счету, дать, дать прочувствовать вашу независимость, вот то, насколько вы вообще независимы от него. Чтобы он увидел, что вы независимы от него, что вы, там, живете в своей жизни, что вы, вообще-то говоря, ну, может быть, и не забыли про него, но, по крайней мере, живете своим, как бы, своим умом и не обращаете внимание на него. Вот это вот, в принципе, как-то является правильной позицией. А так, ну, он вас может мучить, он может вас не отпускать. Просто, опять же, просто по той причине, что вы ему все-таки нужны, но вот решиться, решиться, да, на то, чтобы с вами, там, сблизиться, он все-таки не может. И чтобы не было вот такой ситуации, когда вы уже прям не знаете, что вам делать, чтобы не было такой ситуации, и когда вы постоянно находитесь в неопределенности, в состоянии неопределенности, вот, вам я рекомендую действовать именно вот таким образом. То есть, не идите его. В этом мире, вообще, в мире, не стоит кого-то ждать. Если мы кого-то ждем, то это, как правило, заканчивается для нас довольно плохо и весьма и весьма печально, потому что, ожидая других людей, мы всегда, всегда практически действуем в ущерб себе, а это всегда плохо. Может быть, молодой человек не, ну, вот, он с вами не сближается именно потому, что знает, что вы его, и что вы никуда не денетесь, и зачем? А если вы дадите ему понять, что вы не собираетесь терпеть это, то тогда он избудается, и это его каким-то действием подтолкнет. И это было бы гораздо более продуктивно, чем то, что вы сделаете сейчас. Опять же, это мое мнение. Вот. То же самое мнение, которое вы просили. Поэтому, будет здорово, если вы покажете ему, что он может вас потерять. И тогда вы увидите, насколько он вами дражает. Либо на вас посыпется обвинение в том, что вот вы такая узкая, плохая и так далее, что изменили ему. Тогда будет означать, что мужчина просто пытается использовать вас в своих интересах, и вы вышли из-под его контроля. Либо мужчина действительно что-то делает, чтобы вас вернуть, тогда означает, что человек просто, ну, оказался во власти своих каких-то обстоятельств, и неверно расставил приоритеты. Такое бывает. Нужно помочь человеку правильно расставить приоритеты, и для этого нужен стимул. А стимул – это именно то, о чем я вам и говорю. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.